Соревнования по такому виду спорта, как карате, проводятся на Кумертаусской земле не первый год. Начались они по сложившейся традиции с отборочных боев. На них были выявлены лучшие девушки и юноши, которым предстояло сразиться за призовые места. На соревнованиях подобного уровня спортсмены не только ведут борьбу за победу, но и оттачивают свое мастерство. И сегодня поэтому здесь ребята, которые здесь участвуют, они здесь много достаточно спортсменов высокого уровня. Мастера спорта, кандидаты мастера спорта, чемпионы, призеры России, международные соревнования. Поэтому я думаю, здесь, когда я спрашиваю у некоторых, знаю я жителей Кумертау, которые говорят, о, такие хорошие бои, говорят, интересные, потому что, когда хороший спортсмен показывает, неважно, какого он виду, по тюдо, по боксу, хороший уровень, это, конечно, приятно. Самыми зрелищными и яркими были финальные бои. Здесь каратисты выкладывались, как говорится, на все 100%. У каждого спортсмена свой набор технических приемов для достижения заветной победы. Жесткость удара, кричать кияй. И хорошо, чтобы ноги с ногами махаться. Моя задача была выиграть этот бой. И мне тренер сказал, что надо сделать 8-0, и я это сделал. Также в рамках турнира прошел судейский семинар. На нем 6 человек из Кумертау успешно сдали аттестацию на судью третьей категории. Организацией соревнований занимался спортивный клуб «Легион». Многие из его воспитанников по итогам двух дней открытого первенства заняли призовые места. На уровне, на самом деле на уровне. То есть есть ребята, кто выиграл. Конечно же, не бывает такого без проигравших. Есть и проигравшие. Но я скажу так, спортивный клуб «Легион» соревнуется на уровне. То есть на уровне республиканском. То есть несколько человек у нас есть в сборной республики Башкортостан, которые выезжают на всероссийские международные соревнования. Из победителей и призеров открытого первенства республики по карате будет формироваться сборная Башкортостана. График соревнований очень плотный. Уже в конце ноября кадеты и юниоры поедут в Москву, где пройдет отбор на чемпионат Европы.